Но в чём же мы споткнулись, человечество? Вот это знание, образование, образование знания духа, души, от чего мне хорошо, от чего мне плохо, сон упростили, отпустили, увлеклись. В чём наша ценность человека? Не навреди, алдама, не иди против совести. Милосердие. Если можешь, человек, помогай. Вы обязаны быть человеком, человеком с большой буквой. А мы так мелочимся, гоняемся за каким-то невидимым счастьем. Она никогда не понимает, что я человек. Пока ты не поймёшь, кто ты и что ты должен делать, чтобы быть счастливым. Жить по совести. Друг к другу относиться честно, с уважением. Создавать, созидать, трудиться. Своим умом, своим трудом. Ничего не покупать, ничего не надо продавать. Был, ха, был, был, мой да. Был, друг с пол, мой да. А наоборот, адам, заботы, беспокойство, чего-то сегодня меня хватает. Вот никакого счастья. Был, мой да. искренне, всей душой открываюсь. Бумерангом вы все открываетесь. И мы обмениваемся этой энергией. Вы мне, я вам. И отсюда мы и процветаем. И в это время в голове никаких негативных мыслей ни у кого нет. Мы сейчас все поглощены уважением, знанием, любовью. И постоянно надо в себе человека держать. И пока мы вот такие открытые, искренние, добродушные не будем, на практике жизни это делать, а тем более вы, учителя, какая у вас благородная миссия, какая она высокая и какая ответственная, да? Вот кто мы такие, да, учителя? И должны соответствовать этому. Делом доказывать, на практике жизни. Объединяться, помогать друг другу. А наша сфера, какая цель обучиться общечеловеческим ценностям, чтобы детей своих правильно воспитывать. В садик пришел ребенок. Воспитатель окружает его заботой, любовью. Маленького такого ангелочка. В школу идет, учителя подхватывает. Пошел учиться в высшее заведение. Все время обучать общечеловеческим ценностям детей. Быть самостоятельным. Жить в уважении любви ко всему сущему. Вот чему мы должны обучить и направить на путь истинный. Вот такая задача у всех у нас. Учителя это само собой. И у родителей тоже самое. Обязанность родителей. Понимаете, какое глубокое это понимание, да? Вот эту глубину, вот это человек осознает, делает, вот-вот он. И может просветать. Наша сила, как говорят, в нашем единстве, да? Наша сила в нашей дружбе. И это у нас такие цели с вами, божественные. Так давайте достойно это все сделаем на практике жизни. Начните себя исправлять свои какие-то ошибки и негативы. делать добро, учить, передавать другим, расширять наше, говорится, движение. Вообще это движение сейчас во многих других странах это идет. Так что вот мы в своем Казахстане должны завлечь каждого гражданина, каждого человека в Казахстане. Мы должны пробудиться и стать на путь общечеловеческих ценностей. Мы это должны делать. Я начала вот с низов, с учителей, простых людей, которые творят, от которых много всего зависит, даже и воспитание, и учение. Вы даете образование. А самое главное, вы должны дать духовное образование. Когда это есть воедино, на одном уровне, классическое образование, и духовное, они должны идти вместе. Сейчас, что мы с вами и хотим сделать, и делаем. Вот что от нас требуется, от каждого из нас, от каждого человека, от каждого учителя, от каждого воспитателя, от каждого родителя. Чем мы с вами пронизаны. Осознать, понять самому, лично, глубоко. А потом делать это на практике жизни. Вот это надо нам проникнуться, это взять на себя, взять для себя. И делать доброе дело. Каждый на своем месте. Поняли, саму суд поняли наше учение. И все эти великие учителя тоже самое над этим трудились. Для всего человечества. Вот только надо суметь взять это и применить на практике своей жизни. И быть счастливым. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok